Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнём, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте своё мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Для каждого родителя счастье его ребёнка всегда превыше всего. Каждый из нас с самого первого дня его рождения ставит ребёнка на первое место. «Я, как отец, всегда любил, баловал, воспитывал своего сына. Я готов был работать круглосуточно, не есть, не спать, делать всё, что угодно. Лишь бы мой сын был счастлив, и у него для этого счастья было всё, что душе угодно. Но, конечно, чего-то мы дать совершенно не в силах. Это лишь судьбе подвластно. Так что, когда мой сын пришёл ко мне и заявил ту единственную, которую любит, я был поражён и счастлив. Но я был весьма обескуражен этим известием. Сын был совсем молод и я совсем не мог знать, действительно ли эта девушка его половина. Он ведь совсем юн, и у нас разное понимание идеального в мире. Но всё-таки я решил, что шанса заслуживает абсолютно каждый человек. И решил, что девушку можно хотя бы на ужин пригласить. Сын был рад, а я хотел увидеть, кого же он себе выбрал. И нет, это была не проверка. Я верил в то, что девочка хорошая и не хотел найти в ней недостатки. Настал тот самый вечер. Моя жена приготовила прекрасный ужин, а мы с сыном убрали всю квартиру и накрыли стол. Потом сын выскочил куда-то встретить любимую, а мы ждали. Чуть позже мы услышали звонок в дверь. И вот они уже на пороге дома. Сын представил будущую жену. А мы с женой оценили девушку и поняли, что она очень милая и вежливая. Пока сын помогал матери на кухне, я немного говорил с девушкой сына. Она мне кого-то напомнила, и я никак не мог вспомнить. Но уже через минут 10 разговора я понял, что видел ее в участке. Видите ли, я полицейский. Каждый день мы работаем с целой кучей людей, и память на них у меня прекрасная. Девушка была подозреваемой. Она была мошенницей. Девушка находила в социальных сетях парней, представлялась им сиротой и общалась. Потом влюбляла в себя и просила деньги на переезд к ним. А когда деньги ей переводили, блокировала. Конечно, сразу поднимать скандал я не стал. Позже поговорил с сыном. Но тот мне не поверил, стал кричать и ушел к ней. Прошло немного времени, и я уже стал думать, не совершил ли ошибку, когда поступил так. Со временем наши отношения стали налаживаться. Но я уже не надеюсь, что сын одумается и бросит ее. А как вы считаете, правильно ли я поступил? Оставляйте свое мнение в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумное. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.